Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы очень неплохо, если бы вы пояснили бы нам, с кем у вас конкретно не складываются отношения. Потому что я вот, например, честно говоря, да, ну, не очень понял, с кем у вас не складываются отношения. У вас не складываются отношения с мужем вашим или у вас не складываются отношения с женатым мужчиной, то бишь с любовником. Вот. С кем не складываются отношения? Это первое. Второе. Значит, если у вас не складываются отношения, образно говоря, с вашим мужем, допустим, то если они у вас и так, как вы пишете, не складывались, то зачем тогда вы со своим мужем, ну, вообще, для чего вы вышли за него замуж тогда, и как вы с ним строите отношения тогда. Понимаете, какая штука? То есть ведь совершенно очевидно, что вы с ним несчастливы, совершенно очевидно, что у вас проблемы с ним, и вопрос заключается в том, хотите ли вы работать над этими проблемами или нет, хотите ли вы гармонизировать отношения или нет. То есть вы спрашиваете, вы просите дать совет, да, но момент заключается в следующем совет, дать вам по поводу чего? Это первое и второе. Дело в том, что не дают психологи советов. Мы не можем вам ничего посоветовать, потому что мы именно психологи. Вот. Психологи не советуют. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Вот. С этим помочь можно и даже нужно. Если вы поподробнее опишите нам свою историю, свою ситуацию, если вы подробнее расскажете нам о том, что случилось, что произошло и так далее, да, то есть проанализировать вот историю вашей жизни, историю вашего, к примеру, ну, брака, например. Вот. И тогда, возможно, ситуация будет складываться гораздо лучше. Вот. Я думаю, что правильно сказал мой коллега Игорь Летучин, что нужно смотреть в корень проблемы. Что появилось впервые? Не складывающиеся отношения с мужем или, там, допустим, тяга, например, тяга к любовнику, ну, вот, к женатому товарищу. Вот. Что появилось в начале? Если в начале появились все-таки проблемы с мужем, то, ну, наверное, наверное, на них, на проблемы с мужем и нужно в первую очередь обратить внимание, да, и, наверное, именно на них в первую очередь на проблемы с мужем и нужно, как бы, направлять силы ваши. Вот. А тяга к женатому мужчине, мужчине это уже вторично. То есть это именно, вот, вторично, потому что сначала появилась проблема с мужем. А женатый мужчина это, ну, как, знаете, своего рода отдушина. Отдушина такая. То есть, ну, я, вот, не справилась, мне, вот, не хватает, я, вот, со своим мужем живу, если не счастлива, ну, значит, соответственно, там, мне нужна какая-то компенсация. Вот. А то, что вы, связывая свою жизнь, значит, с женатым мужчиной, обрекаете себя на, условно говоря, негатив, в том плане, что для женатого мужчины вы никогда не будете единственной женщиной. Вот. И, скорее всего, это уже, ну, скорее всего, так будет всегда, потому что, если бы так было не всегда, он бы ушел бы от своей жены тоже. Вот. Понимаете? То есть вы женатого человека либо используете для реализации своих потребностей, которые вы не можете реализовать с мужем напрямую, да, и, например, там, ну, не рискуете, допустим, донести это до него. Вот. Либо вы просто вот заняли такую позицию, что и тут не получилось, да, и с мужем не вышло, и хочется с любовником, там, например, например, да, хочется с любовником, буду счастлива. Вот. Но прят заключается в том, что ну, что вы не будете счастливы с любовником, потому что, потому что это, ну, это женатый мужчина, и он вам счастье сможет дать только лишь до определенного момента, а потом уже нет. Вот. Так что, вот этот момент, мне кажется, вам нужно, ну, этот момент, мне кажется, вам нужно принять. Вот. То есть, то есть, ну, взглянуть на этот момент, грубо говоря, здраво. Вот. Мне видится так. Вот. Ну и решить, собственно, что вы будете делать, потому что мы-то за вас решение принять не можем. Вот. Не знаю, к сожалению или к счастью, но не можем. Вот. Поэтому решение в данном, в данном контексте относительно того, что вам делать дальше. Вот. Решение принимать, принимать нужно вам. А мы можем помочь вам в этом решении. Вот. Если вы, ну, если вы хотите, наконец-то. Ну, только так вот, в целом, я думаю, что хорошим, хорошим вариантом было бы вам поисследовать треугольник Карпмана, там отражена ваша позиция как жертвы, вот, в данной ситуации. Вот, и, соответственно, позиция вашего мужа отражена как позиция тирана, вот, и отражена позиция любовника как спасителя, такого вот спасителя, который должен избавить вас от тех проблем, которые у вас сейчас есть. И правда в том, что треугольник Карпмана это деструктивная модель взаимоотношений, вот, абсолютно деструктивная, и, соответственно, вам необходимо из нее, вот, ну, выйти из этой модели, вот. для этого нужна помощь психолога самостоятельно, вы выйти, скорее всего, не сможете, потому что, ну, вы привыкли людей, находиться в данной ситуации, вот, и, в общем-то, уже, наверное, не замечаете, уже, наверное, не замечаете того, как вы в него попадаете, вот, как вы в нем находитесь, как воспринимаете людей, в частности, своего мужа, в контексте, в контексте, в контексте треугольника, вот. Так что, по моему мнению, вам нужна здесь в этом помощь, вот. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что вы боитесь по-видимому одиночества, одиночества, вот, может быть, вы боитесь чего-то еще, вот, может быть, вы зависимы, вот. Тут, конечно, момент, на мой взгляд, такой. очень важный, вот. То есть, почему вы поддерживаете столь деструктивные отношения с, ну, с мужчинами, да? Вот. Это вопрос к вам, это вопрос к тому, как вы себя воспринимаете, это вопрос к тому, что вы о себе думаете, это вопрос о том, насколько вы себя цените, насколько вы себя принимаете и так далее. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на, значит, ну, на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было, как минимум, полезно, если, если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы дополнительные, ну, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...